Второй республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Владимира Власова, прошел в Бресте. Бесконечное число почетных наград и званий этого человека подчеркивают его личный вклад в развитие спорта и процветание не только Брещины, но и всей страны. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер один города Бреста, которая гордо носит имя Владимира Емельяновича, выступила одним из организаторов проведения уже вторых республиканских соревнований по боксу, собрав 60 юных спортсменов из Брестской, Минской и Витебской областей. Предложили возобновить турнир, я всегда за. Тем более, конечно, для боксеров не только Бреста и Брестской области, естественно, и республиканский уровень. И мы хотим и развивать, и выходить на международные турниры, чтобы в части Российской Федерации к нам приезжала для повышения спортивного уровня наших спортсменов. Было принято решение переименовать школу, назвать в памяти Владимира Емельяновича Гласова именем, и, соответственно, уже в знак переименования учреждения, естественно, возобновить турнир, который мы возобновили в прошлом году. Традиционно он у нас проходит октябрь-ноябрь месяц ежегодно, соответственно, все возрастные категории мы стараемся как-то подходить под республиканский план, чтобы спортсмены получали спортивное мастерство, совершенствовались и выступали на республиканских соревнованиях, такие как чемпионат первенства республики. Судить участников соревнований нелегко. Каждый из спортсменов подготовлен и силен физически, но одержит победу сильнейшие. Уже в финальном поединке осталось лишь 24 спортсмена, которые заслуженно поборются за звание чемпиона. Турнир проходит достаточно интересно. Почему? Потому что бои зажигательные для малышей, это интересно. Смотреть, как растут на этом турнире другие ребята. Юные спортсмены, они все-таки набирают опыт в этом возрасте и идут дальше. То есть впереди у них уже старты областные, республиканские старты. И мы сейчас видим, насколько интересно они воплощаются в свою, так сказать, боксерскую жизнь и стремятся к дальнейшему своему росту. Интересные ребята есть в том, что уже в этом возрасте есть кандидаты мастера спорта, уже присутствуют. Поэтому турнир приобретает такую свою значимость в том, что уже есть кандидат мастера спорта. Ежегодное желание заниматься спортом у молодежи растет. Бокс в Бресте становится одним из самых популярных направлений благодаря поддержке руководства области и города. Хорошая техническая база открывает большие перспективы для дальнейшей карьеры. Но самым главным проводником в мире спорта всегда остается любимый тренер. Я занимаюсь на дюшер. Я очень доволен. Все благодаря моему тренеру Томазу. Учить наставляет. Очень хороший тренер. Лучший из лучших. Я вот хочу очень сильно его поблагодарить. Спасибо ему огромное. Соревнования были. Там я очень сильно боялся. А сейчас вышел, показал. Ну, показал на все, что я способен. Цель сегодня выиграть, потому что вышел в пенал, бой уже провел, там выиграл. Вообще, я хочу, чтобы бой был хороший, красивый. Хочу, чтобы больше научился от боя, чтобы... Ну, потому что сейчас обычно такие турниры проводят, чтобы научились боям там разным, разными приемами, чтобы там уворачиваться разными научили. Но я хочу, чтобы сегодня был, как говорят, красивый, хороший бокс. Итог турнира. В общекомандном зачете первое место завоевали брещане, второе у команды из Барановичей. Но ведь главное, что любые соревнования помогают молодым ребятам стать более уверенными. Они побеждают свой страх и не только перед соперником, но и перед различными жизненными трудностями. А еще бокс – это прекрасная возможность познать себя, свое тело и приобщиться к культуре спорта. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Продолжение следует...